Появилось два активистских медиа, романская теле и спинно-теле, которые в основном базируются на прямом эфире и часто лишены той силы пропаганды и показывают сложность ситуации, которые медиа, финансируемые кем-либо альными пожертвованиями, не выхватили. Это революционный период. И наблюдается выступление рабочих, в основном шахтеров, на западе Украины был червона град, на востоке Краснотон и в кривом Роге. Это выступления рабочих, которые не поддерживают там или проукраинскую, или про российскую власть, а выступают за увеличение зарплаты и социального пакета. И. и даже в сентябре, восточной и восточной, восточной и восточной. против увольнения, сокращение 10-15 тысяч социальных работников в рамках режима экономии пытались уволить, их уволили или нет? Там что-то, часть уволили, а часть, это которые подписали сами, которые не подписали, но они еще сейчас находятся, мне кажется, в том международном центре. Протест против увольнения этих тысяч социальных работников, они часто не уволили. Я бы сказал буквально пару слов еще, что в принципе от той власти, которая пришла сейчас, что явно, вот эта экономическая линия, она будет очень слабо отличаться от той экономической линии, которую проводила и правительство Тимошенко, и правительство Януковича. Хоть они все на словах непримиримы к политическим правилам, но в области экономики они будут делать те же самые вещи. То есть, по сути, от Порошенко мы ожидаем, что он попытается все-таки принять тот Рудовой кодекс, который продвигала предыдущая власть. Ожидаем медицинской реакционной формы, которые будут тоже антисоциальными. Сможет ли он это сделать, учитывая, что сейчас в стране почти военное положение, это, с одной стороны, очень усиливает власть, но это отчасти и отвлекает их, то есть они полностью уничтожают социальную систему, я полагаю, сейчас страшно, потому что они касаются еще протестов. Мы увидим. И все-таки, в частности, все, вещества в Сините, принять и не им удалось отчасти, в может быть, что это performance будет, что-то, как все, что-то представляет, что в Рентенберге будет Кürзунки, то есть, что будет социальные ограничения. И вопрос только, как это возможно, как это возможно, как это возможно, как это может быть. На одной стороне, у нас сейчас есть Krieгсистан в стране, в том числе, который может быть в силу. На другой стороне, в том числе, что это то, что это то, что это то, Ну и сейчас можно переходить к вопросам и ответам. Единственное, что я, вот теперь самое последнее, что я хотел сказать, это уже относится непонятно к Украине или не совсем, но я считаю, что это относится ко всем нам. Недавно в Крыму были арестованы двое Активистов. Ну, это переведите мне. И, конечно, у нас есть еще один Активист, который был в Крыму, который был в Крыму, который был в Крыму. Один Активист, это режиссер Олексин Соб, он скорее активист из либерального аспекта. А второй арестованный Активист, это Александр Колченко, это анархист, активный участник антифашистов и экологического движения. Ну, это еще можно сказать, что антифашист и зеленый. Ну, то есть, ну, в смысле, не, ну, эко-Активист. Ну, это не только антифашист, но и антифашист, и обеспечительный. Активисты, ну, эко-Активисты, антифашисты. Активисты. Ну, эко-Активисты. И, конечно, у нас есть, как там, как иначе, как там, как иначе, это такое, как уникальное правило. Активисты. Продолжение следует...